Объекты, владельцы которых не желают добровольно исполнять требования по созданию безбарьерной среды, сегодня на особом контроле. Таких частных предприятий в городе 47, и все они занесены в черный список, в их числе и отель «Престиж». Несмотря на свою звездность, о безбарьерной среде здесь даже не задумывались. Парадный вход не оснащен пандусом и поручнями, высокий стол ресепшена, узкий лифт и даже обозначить простое парковочное место для инвалидов владельцам отеля, видимо, не по силам. Представители Олимпийского департамента и соцзащиты еще раз напомнили, какие меры необходимо предпринять, чтобы во время игр это средство размещения не оказалось под замком. Ведь за выполнением требований федерального закона о соблюдении прав маломобильных групп населения следят органы прокуратуры. Прокуратурой города Сочи также анализируется состояние с выполнением вообще всех судебных решений, судебных актов. Ну и соответствующая оценка будет дана тем, кто до настоящего времени не выполнил требования, вплоть до применения в рамках судебного понуждения мер, направленных на запрещение эксплуатации объектов и их приостановление эксплуатации. На приведение к доступности хозяйствующим субъектам был дан не один год. Теперь времени на выполнение обязательств практически не осталось. План по созданию безбарьерной среды должен быть реализован в сентябре. В случае, если объект конструктивно не может отвечать всем требованиям доступности, то создание хотя бы минимальных условий уже будет принято общественными организациями инвалидов. Контролем и решением спорных вопросов до сих пор занимается специальная комиссия. Содействие готова оказать и администрация города. Тем не менее, для многих хозяйствующих субъектов подобные меры убеждения бесполезны. Практически каждому хозсубъекту предъявлены иски со стороны прокуратуры города Сочи. В соответствии с действующим федеральным законодательством будет передаваться в исполнительное производство. Дальше будет отрабатывать Федеральная служба судебных приставов. Разноисполнение решения суда в нашей стране предусмотрено различного рода ответственность под доголовками. Так, например, закончились визиты инспекторов и словесные предупреждения к владельцу гостиницы Рица. Теперь свои требования уже предъявил суд. Хозяина объекта на месте не оказалось. И лист исполнительного производства судебный пристав передал администратору. Вот здесь вот копию получила для передачи. Требованием доступности в зоне международного гостеприимства должны отвечать 1801 объект. Это учреждения социальной сферы, отрасли здравоохранения, образования, культуры, а также парки, пляжи и торговые точки. Пока же безбарьерная среда создана на 830 объектах. Из оставшихся большая часть это объекты транспортной инфраструктуры, уличная сеть и остановочные павильоны, которые будут приводиться к доступности по завершению всех строительных работ. Подобные рейды с участием судебных приставов станут ежедневными. И листы исполнительных производств уже поступают к владельцам предприятий, которые не желают добровольно выполнить требования федерального закона.